итак здравствуйте дорогие интернет зрители с вами снова скудер и это очередная предпоследняя серия прохождения колин макрей ралли 1 с 1 playstation ну что же домучил я наконец-таки индонезию ну как домучил хотя бы привык к ней тут с настройками очень долго я мучился подбирал каждой конкретной трассе свои настройки поэтому ну очень сложная в общем это ралли индонезии разные погодные условия здесь разное покрытие поэтому собственно говоря я пытался не теми же сначала настройками везде проехать поэтому у меня сначала не получалось но в итоге вот я более или менее вроде бы подобрал настройки каждой трассе поигрался с ними и надеюсь что эта попытка будет у меня успешной в предыдущий раз я ну и без записи ай-яй-яй без записи когда проезжал какое место там занял я занял шестое место по итогам всего ралли но последние трассы у меня уже получались очень неплохо в принципе проехать вот думаю что ну вообще вот это ралли нам надо выигрывать по-любому потому что но оставлять как бы финальную битву на последнюю гонку в великобритании это очень опрометчиво потому что великобритания это вообще насколько я вот помню очень сложное самое сложное вчера ли первой части колин макрей поэтому здесь нам желательно хотя это тоже ралли не подарок но я чувствую что задел победный есть и здесь нужно все таки выигрывать тем более тут есть ну читерски так скажем такой этап я вот на него большие надежды возлагаю третий этап точнее третий спецучасток он достаточно будет такой интересный ладно мы очень дойдем на остальных участках надо стараться конечно как можно лучше проезжать вот самое здесь плохо что это вот эти пальмы очень близко от трассы то есть малейшая ошибка в траектории тебя сразу выносит в пальмы там вообще непонятно что с тобой будет если выносит в пальмы надо постараться хотя бы чтобы задеть их жопой а не мордой туда влететь в общем ралли конечно я если честно забыл что индонезия настолько сложна 6 секунд уже уже большое довольно отставание правда отыгрались а еще чуть-чуть отыграл 5 секунд ну ладно неплохо принципе неплохо еще и макрей не первое это тоже замечательно ли ати давай если еще макрей не выиграет при том что например ну впереди макрея между нами и макрея будет еще кто-то это будет вообще круто вот так второй спецучасток ну по идее он должен быть полегче он у меня получше получался даже с плохими настройками мне иногда удавалось тут приезжать вторым моя самая основная ошибка была что я не менял настройки подвески я как бы почему-то считал что средних настроек так скажем будет достаточно я ошибался и как только вот я обратил внимание на подвеску на настройки подвески тут же результаты в принципе стали получше потому что трасса сама вот индонезия она ну здесь очень такой бугристый гравий этот вот или глина что здесь поэтому здесь нужна достаточно мягкая подвеска вот а я всегда ездил на среднем и машина козлила очень сильно сейчас она как-то плавнее плавнее все эти кочки проглатывает так о хорошо вперед вышли прямо настроение подупало думаю чуть три допа проехали все никак не можем в лидеры выйти я тут подумал чего не хватает еще колен макрею это вот ну как в том же например гран туризма это вида чтоб назад можно было посмотреть она конечно с одной стороны понятно что смотреть то назад не на кого соперников то здесь нету вот хорошая шиканка но все равно иногда как бы хочется на морду машины посмотреть как она выглядит ой вообще хорошо пять с лишним секунд так финиш 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 не затупить отлично шесть с половиной секунд а там было пять и того у нас ой макрея четвертый вообще отлично пестрюляти едет прям да от ляти всего пара секунд вот макрея уже больше так ладно давайте сохранимся раз у нас есть преимущество по ходу первых двух спецучастков так на другую сейволочку так ну вот сейчас у нас как раз и будет этот вот немножко как я сказал читерный этап вот видите шторм написано погода и четвертый спецучасток это будет ночью и в дождь это вообще то есть ставим грязевую резину и меняем на высокую чувствительность потому что машина будет в грязи очень сильно утопать и чувствительность нужно побольше здесь тогда вообще все должно быть прекрасно и вот на этом этапе на третьем надо как можно больше сейчас задел сделать они вот почему-то вот именно здесь в этот дождь шторм слякоть грязь не едут но видимо медленнее в среднем чем ну чем обычно да здесь даже когда я с плохими настройками ездил здесь умудрялся выигрывать ну думаю что вот сейчас с такими настройками ну не знаю ну реально секунд я думаю 10 перевести надо как можно больше стараться прям потому что как раз следующий этап ночной по сути короче вот сейчас мы делаем задел себе на ночной этап то есть ночью я однозначно не выиграю плюс еще темно в дождь я там буду проигрывать достаточно я думаю серьезно не надо здесь поэтому задел как можно больше себе выбить прикольно грязь так сделано вот гляньте что это на машине прямо грязь видна куски грязи налипают машина становится чуханской такой какие шметки из-под колес летят блин круто на самом деле вот тогда еще в те времена когда детьми играли ну пускай не детьми там подростками ну в общем вы поняли это реально производила впечатление ну потому что на тот момент я нигде такого не видел чтобы вот прям грязь ну реально да до восторженных восклицаний прямо вызывало это такая вот графика плюс тут еще вот эти погодные явления кстати мы по моему первый раз едем вот в такой мощный ливень шторм прям там в новой зеландии он был один или двадцать участка там что-то с дождичками не в такой прям шторм что с грозой ух ты гляньте почти 20 секунд было правда тут на последнем допе я почему-то очень много теряю хотя вроде бы еду так же вот по этому болоту местность кстати вообще прикольная необычный прям этап можно далеко он туда вылететь прям в воду глубокую задел чуть-чуть воду и вот сейчас последний доп вот этот он скорее всего отнимет от общего как бы нашего выигрыша главное здесь сейчас на последнем допе много не потерять вот видите целых шесть секунд потерял за последний доп но 15 секунд это круто никогда у меня еще здесь такого отрыва не было до этого так макрей пришел второй но даже от него вот эти самые 15 секунд так он и в общем зачете на второе место угон лятти сразу сделал насколько так и у нас от макрея 20 секунд отрыв вообще великолепно я такого вообще не помню чтобы было хоть раз так так ладно рано радоваться самое сложное это впереди вот сейчас этап ночной опять же под дождем главное здесь не растерять все это преимущество главное чтоб из этих 20 секунд что-то досталось ух ты сразу потухли габариты почему то здесь вообще не видно ну понятно тут мало того что ночь еще и гроза точнее тут то вот как раз грозы и нету небо не мигает так было бы может даже проще просто дождь сильнее не идет все честно вообще непонятно какие повороты еще за счет того что трасса ну по другому себя сейчас машина в общем ведет себя по другому на трассе из-за того что она мокрая даже понятно штурман проговаривает повороты но сложнее гораздо ориентироваться какая скорость нужна какой угол поворота ух машина какая чуханская вообще круто прям изгвозюкаться в грязи да не ну скажите ж пацаны ё-моё в детстве блин прямо чуть ли не соревновались кто грязнее домой придет а в машинке когда в детстве играли тоже хотелось куда-нибудь залезть прямо в самую глубокую лужу так что утопить тачку прям полностью так ладно сосредоточенность пока вроде неплохо в принципе не так много проигрываю ай-яй-яй-яй вот блин глубоко слишком вылетел по траве вообще не едет буксует эх уже больше десяти секунд блин еще раз вылетел вообще плохо я вообще надеялся что около десяти секунд всего удастся проиграть но видимо нет ай-яй-яй чё он там за дичь нашел какая тебе дичь за дорогой следи ё-моё за картографией на дичь пойдем после когда выиграем так финиш ну и эх многовато 15 секунд так кто выиграл то у нас макрей макрей блин глядьте сдулся так и чё сколько там отрыв сейчас пять секунд да ну ладно главное что отрыв еще есть конечно с двадцати на пять скатились секунд всего но тоже неплохо задел есть дальше в принципе будет полегче давайте все таки сохранимся наверно ой так куда бы сохраниться это у нас первый этап так а давайте-ка вот на корсику так так осталось два спецучастка ух ты ничего себе что машину совсем не разбили что ли ничего себе так ладно меняем снова на сухие так здесь убираем этот high sensitivity слишком она козлит когда стоит сверхчувствительность так ну что же вся надежда опять на на вот этот этап хех так а а а а сразу левый глаз подбил а 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 очень плохо блин сейчас вот я подумал что можно было бы а скорость поставить чуть побольше максимальную сейчас на максимальный разгон стоит будет пару таких прямиков хороших ну ну ладно в принципе трасса все равно медленно да да кстати ребята совсем забыл сказать в конце видео там небольшое объявление сделаю так что досмотрите обязательно до конца настоятельно рекомендую Не, ну вы смотрите, какие опять эти тёщины языки, а. Так, вот прямая. Главное, тут сейчас, блин, не вылететь, не зацепить ничего. Чуть-чуть проиграл. В ограничитель, вытыкаемся, потому что здесь. Ой-ё-ё-ё, сейчас тормозить. Ну блин, всё на волоске так. То ли выиграю, то ли второй. Точнее, то ли выиграю, то ли нет. Не факт, что даже второй буду. Блин, шесть десятых меньше секунды. Но преимущество всё равно на нашей стороне. Так, макрея, опять второй. Блин, а. Ай, хлядь, издулся ты, парень. Ну смотрите, шесть секунд, да, перед последним этапом. Блин, такой задел тоже всё всё равно на последнем этапе решается. Шесть секунд. С одной стороны вроде много, а с другой это вообще ни о чём. Ладно. Надо собраться. Опять эти пальмы, блин. Пальмовая республика. Ух ты, неплохо. Песок это тоже, чуть-чуть его буквально задеваешь и всё вязано тут же колёса. Так, ну как же без этого? Глаз-то не подбить левый. Блин, насколько скользкий песок, а. По граве оно так не скользит. А, ещё мне пыль, конечно, вот здесь, в первой части Колина Макрея, ну, так, скажем так, не нравится. Ну, потому что она тут такая какая-то странная. Какие-то шарики вылетают из-под колёса и тут же исчезают. Мне прям чему-то всё время обращал внимание на пыль вот в гоночных играх. Ай-яй-яй-яй-яй, блин. Вот это косяк был. Вот это был, возможно, косяк, который вообще всё испортит. Ну, блин, вообще расслабился. Разнервничался. Ёшкин, дрын, 6 секунд уже. Короче, я всегда ждал, когда же в игре в гоночной сделают нормальную пыль. О, да! Да, 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 4. Ну, о, ещё и Макрея 4, вообще отлично. Просто прекрасно. Он почти... А, ну, не почти, он вообще ничего не отыграл. О, фух, замечательно. Ну вот, в принципе, план выполнен. Победа в Индонезии. Фух, ну, блин, пока что она самой тяжёлой такой ценой далась. Потому что, ну, пришлось долго тестироваться на Индонезии. А, кстати, косяк, гляньте, шестой этап написано, Индонезия. Но, на самом деле, у нас она седьмым идёт этапом. Ну, видать, текстурку засунули с реального чемпионата. Кстати, опять же, в реальности кто тут победил, я не знаю, по канону ли мы выиграли или нет. Ну, это и не важно. Главное, что выиграли. Макрей 2, у нас 6 очков от него задел. Соответственно, в Великобритании можно приехать третьим. Да, вот она. Ну, в Великобритании хоть 8-й этап написано правильно. Ой. Ну что же. Вот, собственно, впереди остался последний этап, последнее ралли. Надеюсь, что чемпионами мы всё-таки станем. Вот. Ну, а сейчас, как я обещал, давайте я небольшое объявление сделаю. В общем, последние 2, наверное, месяца, может даже больше, я тут пытался изменить род своей деятельности, и вроде как у меня почти получилось. Я практически уже устроился в одну судоходную компанию, и на днях я уйду в море. Уйду в море я где-то на полгода. Поэтому, ну, обнадёживать не буду. Скорее всего, на эти полгода деятельность на канале прекратится. То есть, естественно, не будут выходить прохождения никакие. Возможно, мне удастся на канале выкладывать какие-то просто видосы. Ну, буду вам снимать там, как я в море где-нибудь там, на каком-нибудь Сахалине или ещё где-то. Но, опять же, не обещаю. Так что, поэтому поймите меня тоже правильно. Ну, если кто-то отпишется за этот период, конечно, я его тоже пойму. Но, с другой стороны, когда вернусь, хотя бы будет какое-то плечо для размаха в таком, скажем, финансовом плане. И, может быть, тогда... Да не может быть, а по-любому, ну, хотя бы удастся купить там нормальный TV-тюнер для захвата с PlayStation видосов. Ну, может быть, микрофон лучше. Потому что у меня этот микрофон, если честно, уже достал, которым я сейчас пользуюсь. Так что, всё, что не делается, всё равно всё к лучшему. И, ну, я думаю, после этого, по крайней мере, техническая сторона станет на канале лучше. Это где-то ближе к лету. Вот. Так что, это видео, может быть, будет и не последним на моём канале. Но, вот, в нём я решил вам, вот, сказать об этом на таких новостях. Так что, в принципе, прощаюсь с вами заранее. Повторюсь, может быть, ещё и видос какой-нибудь выйдет. Но, давайте, здесь я с вами попрощаюсь на время. Вот. Ну, что, спасибо вам большое за поддержку. Спасибо, что смотрите меня, что комментируете, не бросаете, так скажем. Продолжайте в том же духе. Комментируйте, подписывайтесь. По возможности, делайте репосты, видосов. Этим вы мне очень поможете в продвижении моего канала. Вот. Ну, а с вами, как всегда, был Скудер. Увидимся в следующих видео. Всем пока-пока и удачи. Субтитры сделал DimaTorzok Субтитры сделал DimaTorzok